Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. В этом ролике мы познакомимся с коммунной на фьордах под названием Фьорхкомюне и с одной из ее частей под названием Вальдал. Во всей коммуне проживает всего лишь 2491 человек, а в Вальдал в этом районе тысяча человек с административным центром в деревушке Сюльте. Эта коммуна одна из самых крупных сельскохозяйственных коммун в Сюльмёре. Здесь выращивают зерно, клубнику и абрикосы. Клубнику, картошку видела, абрикосы, кстати, не встречала. Также в этой коммуне очень много своей энергии, то есть гидроэлектростанции. В этой коммуне есть все для жизни. Культурная школа, школьный оркестр, клуб народных танцев, стадион и многое-многое другое. То есть заскучать здесь, конечно, можно, но не совсем уже, так знаете, критически. Сейчас мы проезжаем картофельные и клубничные поля в этом регионе. Вот она клубника, сезонные работники, продажи клубники. Здесь есть вот ощущение пояснения. Центр Сюльте. Цены на бензин примерно точно такие же, как и у нас. То есть родительной разницы я не увидела. Магазин интерьера, кухня, нитки, игрушки. То есть всякая всячина. А это здание, так подозреваю, вариант bed and breakfast. Ну красивое такое кружевное здание. Здесь, действительно, встречаются такие уникальные произведения, вот именно архитектуры, по крайней мере, я заметила. Я такое люблю дерево. Магазин одежды тоже имеется. Погода подкачала, но виды здесь просто изумительные. Вот это здание вблизи. Красота на красоте. Шпиль церкви. Сейчас я поближе подойду. Есть у них также здесь Сюльдетой Огасавтпродюктах. Это значит, что они производят варенье, а также компот, либо сок. Смотрите, еще одна красота. 1902 года. Теплицу людей тоже имеется. Смотрю, там очень даже все роскошно происходит и произрастает. То, что я здесь заметила, что Дрова, как я уже говорила, стоят почти в два раза дешевле. Электроэнергия тоже, похоже, очень намного дешевле. То есть жить здесь выгоднее. В финансовом плане. Я так понимаю, магазин мороженого. Возможно, я ошибаюсь. Написано «Оазис мороженого». Вот такую погоду как-то не по мороженому. Но вот сам факт, что мороженое здесь тоже есть. Возле церкви стоят цветы. Это они их закупили или как понимать? Бедняжки даже написали, что это не кафе, а частный дом. Вот так вот. Еще один гостевой дом. Так, вот это такое вот окружение. Сейчас уже буду возвращаться обратно и пойду вдоль фьорда. Там идет дальше продолжение фьорда. Называется уже «Та местность, та фьорда» либо «Фьюр». И известно оно тем, что в 1934 году там тоже произошел оползин. И волной смыло, скажем так, 40 человек. То есть погибло 40 человек. И с тех пор, конечно же, местные горы тщательно мониторят. Потому что это, конечно же, как мы понимаем, природа очень суровая. Детская площадка. Кстати, не одна. Да, я видела несколько в этой местности. Я на ту сторону уже не буду переходить. Но что там есть еще? Центр мебели, кафе, пекарня. А здесь магазин рукоделия. Магазин «Спар» по себе уже произведение искусства. 1933 год. И открыт он также и по воскресеньям. То, что я заметила, у них здесь два есть продуктовых магазина. И оба открыты по воскресеньям. Вот так вот. Не хухры-мухры живется на фьордах. Молодая картошка по 30 крон за килограмм. Но то, что интересно, что вот у них есть такие вот шкафчики, чтобы она не зеленела у нас. Такого, кстати, никогда не видела. Есть местная нарезка. Рингдал. Локальная еда. Еще хотела отметить такой очень важный факт, что здесь, в этом регионе, намного дешевле электроэнергия, чем в том регионе, где я проживаю. Я живу в юго-западной Норвегии. Вообще Норвегия делится на три зоны по оплате за электроэнергию. Самая дешевая электроэнергия в Северной Норвегии и в Средней Норвегии уже чуть-чуть подороже в Восточной Норвегии, вот в Северной и Западной Норвегии. Самые дорогие регионы – это как раз-таки Южная Норвегия и Юго-Западная Норвегия. Вплоть до того, что разница может быть в 50 раз. Представляете? За оплату киловатта. Мы сравнили. Здесь стоимость сейчас 3 евро за киловатт. У нас же примерно 2,5 кроны за киловатт. Представляете? Какие разбежки. Так что теперь я понимаю, почему люди, которые живут в других регионах Норвегии, не понимают мои сетования на том, как же у нас дорого. Оказывается, дорого. Так что что мы поняли? Что здесь дешевле электроэнергия, а также дрова. То есть с теплом здесь проблем особых нет. Всем привет! Вот такой вот сейчас несносный дождь. Позади меня великолепный, очень красивый фьорд. Если не ошибаюсь, его название Нух-Фьюх. Но я могу ошибаться, потому что фьордов здесь немерено, и все их названия не вспомнишь. Сейчас я вам хочу показать норвежскую дачу. Что она из себя представляет и сколько она стоит. Вот именно норвежская дача с таким вот великолепным видом. Конечно же, стоимость таких дач сразу же увеличивается, потому что очень многие хотят пользоваться и наслаждаться такими вот шикарными видами. Дача на продажу. Знакомые моего спутника, владельцы этой дачи, и разрешили нам ею попользоваться, пока мы находимся в путешествии. Но она уже стоит на продажу. Ее можно найти на сайте fin.no. Но поскольку предполагается, что вы будете угадывать ее стоимость сегодня, то, пожалуйста, не заглядывайте на fin.no, потом, возможно. Как вы думаете, сколько стоит такая вот норвежская дача? У меня будет несколько предложений. Это первое, 2 миллиона норвежских крон. Второе, 3 миллиона. Третье, 4 миллиона. Четвертое, 5 миллионов. И пятое, 6 миллионов норвежских крон. Я напоминаю, что 10 крон, это примерно 1 евро. То есть, начиная от 200 тысяч евро до 600 тысяч евро. Такая у нас будет разбежка. Ну и как вы считаете, сколько такая у дачка обойдется ее будущим владельцам? По начинке этой дачи можно сразу понять, что она рассчитана только на отдых. Здесь есть все для отдыха. Есть, например, сауна. Но я так понимаю, что ее не пользуются. Есть бочка, которую нагревают дровами. Вот, кстати, вот там дрова лежат. И что мы заметили, что дрова здесь в 2 раза дешевле, чем у нас. Представляете, я сейчас покупала недавно вязанку дров за 139 крон. А здесь вязанка дров стоит 80 крон. Вы представляете, насколько дешевле? То есть, здесь такие вот бочки выгодно иметь. В отличие от юго-запада Норвегии. Либо моего региона, где я проживаю. Также владельцам принадлежит эта черешня. Помимо черешни, здесь также еще есть сливовое дерево. И на этом все касательно съедобной растительности. Как я говорю, дача именно для отдыха. Вот такое вот крыльцо. Но, конечно, от этого вида устать невозможно. Особенно в солнечную погоду. Либо в такую приятную погоду. Вообще, этот регион славится тем, что здесь сухая погода и много солнечных дней. Это считается клубничная долина Вальдал. Здесь везде продают клубнику. Но вот мы как-то попали на очень неудачный сезон. Эта неделя сплошные дожди какие-то. Вот посмотрите, типичные крыши. Таких вот домиков и дач. Покрытые мхом и травой. Мне очень нравится. Есть здесь также такая вот зона. Обогревающая лампа. Действительно находка для такого климата. Мы ей уже несколько раз пользовались. И она так хорошо грела. Есть навес. Много зон для отдыха. Столик там, столик внизу. Ну, песочница есть для деток. Печка. Печка. Продолжение следует. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще хотела отметить, что очень характерными для норвежских хитте являются такие вот цветастые шторки И мебель такая вот деревянная из 70-х годов тоже очень популярна для дач Обеденная зона Для холодного времени мы уже потихонечку собираемся Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я затем озвучу, сколько же стоит на самом деле эта норвежская дача в следующем ролике Я также подпишу потом под этим роликом и оставлю ссылку на этот дом на fin.no Спасибо за просмотр!